Это третий сад. Насколько я понимаю, на сегодня это будет последний. Он тоже очень интересен по-своему. Каждый сад не похож ни на что. И здесь совершенно... Здесь очень интересное сочетание цветов. Посмотрите на эту яблоньку, а с другой стороны мы обойдем и посмотрим, как она сочетается со шведской рябиной. Серебристая с красным. Здесь крупные мазки. Сад тоже не требует какого-либо ухода, как наш первый с вами. Здесь хозяева увлекаются стрижкой. Сад достаточно взрослый. Ему где-то 20-25 лет. Представляете, какая за это время выросла одноцветная пихта. Посмотрите, какие формы. Какие разные оттенки зеленого. И в данном случае сад уже почти не требует какого-либо ухода. Он минимальный. Ну, наверное, пришлось бы им еще много заниматься, если бы хозяева предъявляли требования к идеальному газону. А так? А так он все равно прекрасен. Посмотрите на чешуйчатый мейера. Из-за него выглядывает желтая туя. Это рейнгольд. В таком размере его даже не узнать. И сейчас я покажу, наверное, одно из моих самых любимых растений. Одно из. Я последнее время начинаю заболевать рябинами. Это рябина шведская аргентея. Лучше нее только додонг. А шведская на втором месте. Она бесподобно зимует. Она великолепно растет. Она не требует к себе какого-либо ухода. Но почему-то это у нас забытое растение. И ее достаточно редко у нас используют. А в общем-то, жаль. Было бы интересно и приятно чаще ее видеть на участках. Вон там вдалеке изгородь из самшита. Светло-зеленый сосна горная. И выстраженный в затейливую форму тис. Но, скорее всего, судя по внешнему виду, это тис ягодный. Еще раз обратите внимание. Мы были в садах, где люди не боятся использовать тис. Где люди не боятся использовать волчий ягодник. Несмотря на то, что эти растения считаются ядовитыми. И самое главное, никому не приходит в голову пожевать какое-либо ядовитое растение. А мы приближаемся к ширме. Интересная ширма с выстряженной аркой и стой. Туи такие же взрослые, как взрослый сад. Я думаю, что в этом месте очень хорошо в жаркий знойный день. Там прохладно, свежо и совсем не сыро. Оттуда мы посмотрим на сад совершенно другими глазами. Впереди наша группа. Несмотря на то, что холодно, их невозможно загнать пить чай. А справа, если вы повернетесь в уголок, видите две змеи. Хозяева родились в год змеи. Они знают друг друга со школьной скамьи. Чуть ли не с пятого класса. А в семье кто-то медик? Нет. Нет? Откуда вы видите? Ну, там змея, в принципе, как намек на медицин. И мы, эта змея, это мы двое с мужем одноклассники, с пятого класса. Да, с мужем одноклассники. И мы оба змеи. А, змеи по гороскопу. Просто чем... Нам было двадцать пять, мы уже, ну, когда женили, двадцать пять, им нам подарили это. А-а-а. Здорово. Да. Здорово. Здорово? Это когда с мужем что-то, вот цель как-то, ну, мы оба такие любим дом. Домашний. То есть вы садом занимались вдвоем? Нет. Мужа здесь, он домом. Я с садом. Я не пойду в ресторан сидеть. Я вот, я около мужа, здесь что-то. Кто-то считает, что акракона маленькое растение. Что будет она где-то метра полтора, и растет она крайне медленно. Наверное, это не про эту растение, не про эту акракону. Она больше двух метров. И если бы ее регулярно не стригли, а здесь есть следы стрижки, она была бы намного выше. Красавица. И около дома достаточно интересная горка, композиция. Называйте как хотите. Ну, такой маленький райский уголочек хозяев. Цветущая саксифрага, появляющаяся только-только хоста. Здесь немножко холоднее, чем на предыдущем участке. Ягодный тис, четкой вертикалью. А вон там вот ужастик, он пока что выглядит как ужастик. Это можжевельник обыкновенный. Когда он вырастет, он чем-то будет напоминать дракошу, наверное. Приятный сад. Спокойный сад. Наслаждайтесь. КОНЕЦ 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 Это история сада, как все начиналось. Я немного даже топила сегодня, чтобы... А здесь теплее. И очень странно видеть те растения, которые они гигантские и большие. А это летние. И смотреть, какие они маленькие, еще молоденькие. Кто может приехать пожить летом? Ну да. Пожалуйста, сдается. Пошел вам спаси другом. Совершенно разные. Совершенно разные характеры, разные виды. Я даже не знаю. Туда пришли, думаешь, нет, ну этот самый лучший. Туда приходят, этот самый лучший. А тот был еще лучше, да. Ну вот. И, во-первых, было очень приятно с вами познакомиться, что вы пустили в свой сад. Первый раз у меня никогда группов не было. Сэр, в приватный свой приватный сад. Я не знаю, буду еще или не буду. Ну, мы надеемся, что мы хорошо себя вели еще пригласить. Светлана, вот Светлана умела меня обрабатывать. Вот, и мы, значит, чтобы вас еще сад процентал. Мы дарим две розочки. Вот здесь кратенько описали. Спасибо. Они обе очень хорошо пахнут. Одна не очень высокая, а другая повыше. Как раз здесь посадите себе прекрасный аромат. И я не буду вас забывать. Да. Если я замотала, чтобы... Спасибо. А для того, чтобы действительно точно вы нас не забывали, это домовенок ваш сад. Спасибо. Спасибо большое. Вот мы находимся на втором участке. Сразу видно, что мы точно не в Ленинградской области. Кто-то говорил, что конники с трудом достигают двух метров. Это еще не предел. Я метр пятьдесят, два метра – это два с половиной. Изгородь из конники. Кто-нибудь видел такое в Ленобласти? Нет. В Московской? Нет. Это может быть, ну, наверное, только здесь. Музыка. 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 На самом деле, вот эти композиции мне напомнили... Помните, мы были у Ирины Семеновны Пыжиковой? И ее маленькая, маленький бонсай-яблоньки, который сидит в небольшом горшочке 25 лет. Вот что-то подобное мне это напомнило. Здорово. Музыка. Музыка. Ну, я думаю, что эту красавицу вы узнали. Да, это пенус тробус радиата. Достаточно всем известно. Единственное, что в Ленобласти это постоянная ржавчина. Здесь нет ни одного признака того, что растение хотя бы на мёка, на ржавчину. Очень интересное формирование яблонь. Посмотрите. Каждая яблоня – это произведение искусства. Им не дают достигать больших размеров. Да, она очень фактурна сама по себе. А если посмотреть, какие здесь черешни, на самом деле, мне даже в голову не могло прийти, что вот это вот дерево, которое между пихтой и яблоней – это черешни. Представляете? Они гигантские. Они гигантские в обхвате. Они сами по себе. Они все в будущих плодах. Это что-то невероятное. Наверное, это единственные гиганты на этом участке. Все остальное. Когда я сказала, что самое интересное, что здесь есть – это мини-сады, я погорячилась, потому что я не зашла за угол дома. И мы сейчас вместе с вами туда зайдем. И это будет удивительно, потому что на какое-то время я потеряла дар речи. Я просто… У меня вылетели из головы все названия. Меня переполняли эмоции, потому что… Потому что вы сами сейчас все увидите. Все ели, все пихточки, все можжевельники, хотя справа вот потрясающий блю капит. Все это теряется на фоне того, что вы увидите, когда вместе с нами завернете за угол. Это что-то невообразимое. Брэдбери был рассказ, когда человек из будущего попал в прошлое. И, по-моему, он случайно наступил на бабочку. И изменился круг истории. Вот когда гуляешь по этому саду, твоя задача – не наступить. Потому что здесь растения буквально есть некоторые несколько сантиметров. Есть которые 10-15. Вы посмотрите, какие это миниатюрные. Камнеломки, волчьи ягодники, можжевельники. Даже сосна кедровая. А посмотрите, какая гречавка. Я такого сорта не видела никогда такого цвета. Мы все привыкли к насыщенно синей, гиацинтовой. Она, безусловно, прекрасна. Но вот это вот с голубоватыми разводами – это что-то потрясающее. Ты чувствуешь здесь великаном в стране лилипутов ощущение, что под вами целая планета, целый какой-то мир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok